Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Будем ли мы ангелами на небе, то есть существами без физических тел? И мы читаем Евангелие от Матфея, 22-30, 22 глава, 30 стих. Здесь сказано следующее. Это слова Христа. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Во-первых, здесь Христос не говорит, что мы будем ангелами. Он говорит «как», то есть в чем-то подобны ангелам. В чем? В том, что в воскресенье не выходят замуж и не женятся. В этом мы будем подобны им. Смотрите, что пишет блаженный Ироним. «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, то отсюда следует, что воскреснут тела, которые могли бы жениться и выходить замуж. В самом деле, ведь никто не скажет о дереве, камне и таких вещах, которые не имеют необходимых членов для воспроизведения, что они не женятся, не выходят замуж. Но только о тех тварях, которые, хотя и могут вступать в супружество, но не вступают по другой причине. А указанием на то, что они будут как ангелы Божии на небесах, дается обетование о духовном образе жизни. Ну, то, что мы и прочитали, как ангелы. Подобно и современные экзегеты, ученые, которые исследуют Библию, предлагают такое решение. Иисус сказал, что мы будем похожи на ангелов не в том, что станем как духи, но в том, что, как и они, не будем жениться и выходить замуж. Два замечания здесь уместны. Прежде всего, в контексте не говорится о природе воскрешенного тела, а лишь будет или нет существовать брак на небесах. Вопрос, на который Христос ответил этим утверждением, был воскресение которого из семьи, будет она женою, ибо все имели ее. Ответ Христа был, что, подобно ангелам, на небесах не жениться, не выходить замуж. Поэтому на небе эта женщина не будет женою ни одному из своих семи мужей. Итак, мы нашли ответ на этот достаточно сложный вопрос. И надо понять, что христианская вера, в отличие от восточных религий и культов, она настаивает на том, что в будущность, в вечности войдет не только человеческий дух и его душа, но и тело. Как и в послании к фессалоникийцам апостол Павел пишет, что нам надо сберегать в чистоте до пришествия Сына Божия, как дух, душу и тело, чтобы во всей целокупности человек оказался бы чист. Если бы было сказано, что наше тело не наследует вечность, то значит в теле есть нечто такое, что оно как бы не небезупречно. И тогда вина падала бы на Создателя тела, то есть на Господа. А Господь все сотворил в жизни человека весьма хорошо. Поэтому и дух, и душа, и тело, вся совокупность человеческого бытия призывается к вечному блаженству. И об этом мы, конечно, должны помнить. Итак, мы рассмотрели этот вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя.